ДТП в Бендерах на перекрестке улиц Котовского и Гагарина столкнулись две иномарки Ауди и Volkswagen. Водитель Ауди летел со скоростью, я думаю, не менее 100. Оттуда выезжала второстепенная девушка. Не уступила дорогу. Тормозной культик не видно, метров 6-7, не больше. Хорошо, что не было людей на пешеходном переходе. На момент аварии в салоне одной из машин был пассажир, он не пострадал. А вот водителей доставили в больницу. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. По факту ДТП ведется разбирательство. Измерить уровень сахара в крови и проконсультироваться со специалистом бесплатно. В преддверии Международного дня борьбы с сахарным диабетом в одной из столичных поликлиник провели акцию. Эта акция посвящена тому, чтобы выявить у наших жителей риск по развитию сахарного диабета, определить уровень сахара в крови, получить консультацию эндокринолога и тем самым узнать, имеется ли данное заболевание на начальном этапе у пациента или нет. У нас подобную акцию провели впервые. По статистике с сахарным диабетом страдают около 500 миллионов человек в мире. В нашей республике на учете около 12 тысяч пациентов. Опасны заболевания тем, что страдает сосудистая и нервная системы, почки, зрение. Болезнь протекает медленно и бессимптомно. В группе риска люди старше 45 лет. В Рыбницком филиале ПГУ прошел день открытых дверей. В программе экскурсии и мастер-классы. Менеджеры, педагоги, программисты и инженеры. Всего 15 специальностей. Познакомиться с профессиями пришли все желающие. Здесь на нашей кафедре нас не только учат 3D-моделированию, мы программируем, мы изучаем многие языки программирования. Филиал сотрудничает с российскими университетами в Брянске и Орле. ПГУ – отличная площадка. И для творчества студенты госуниверситета – участники различных проектов, в том числе международных. В селе Гиска открыли дом культуры. Здание пустовало 25 лет. Здесь уже установили новые окна, двери, золотали крышу. Отштукатурились стены, сделали пол и потолок. Все работы выполнили за счет грантов. Я очень рада, что открыли клуб на Гиске, потому что больше есть возможности участвовать и тренироваться в этом клубе, чтобы больше молодежи приходило, больше новых номеров. Ремонтировать ДК продолжат и в следующем году. Нужно провести отопление. Финансирование из фонда КАП вложений.